Я сегодня расскажу именно о лаборатории эволюционных решений, что это за проект, каким образом он вообще поможет позаботиться о 25 тысячах наших клиентов компании Global Intellect Service, как это поможет партнерам, специалистам по внедрению, да, и вообще каким образом эта идея возникла непосредственно. И хотела бы начать именно с той фразы, которая нас объединила именно в лабораторию, вообще почему зародилась такая идея. Идея зародилась именно потому, что мы понимаем, что сила каждой компании в партнерстве, в объединении системное построение бизнеса, да, что во всем должна быть определенная система, что только в единой такой коллаборации, да, в некой единой экосистеме мы сможем добиться больших результатов. И, соответственно, вот такая идея, она появилась, она теперь существует. И что такое лаборатория эволюционных решений? Лаборатория – это единая экосистема внедрения UDS. Что включает в себя именно данная лаборатория, да, данная экосистема? Это институт наставничества. Институт наставничества, что это означает? Это означает, что к нам могут прийти ребята, которые еще, например, ни разу не внедряли продукт UDS, которые хотят в этом разобраться, которые видят в себя свой путь через продукт, да, непосредственно. Либо, например, партнеры, которые прошли школы, там, нам не важно, да, в какой вы школе учились, у нас есть несколько официальных школ. Вы приходите с дипломом и, соответственно, можете под нашим наставничеством, под кураторством работать и уже даже зарабатывать. То есть институт наставничества, он выстроен таким образом, что нам не нужно оплачивать за то, что мы будем вас сопровождать, что мы будем вашими наставниками, а наоборот, мы даем вам возможность учиться и в то же время зарабатывать, да, потому что в наш бизнес, в наше сообщество мы приходим по разным причинам, и одна из этих причин, это, конечно же, финансовое, да, то есть мы хотим развиваться, мы хотим зарабатывать больше, сегодня об этом тоже поговорим. И как раз институт наставничества, он создан таким образом, что у нас не только вы обучаетесь на практике, как внедрять UDS, но и, ко всему прочему, начинаете зарабатывать самых-самых первых азов, даже с момента, когда вы заполняете консоль. И, соответственно, это также единая инфраструктура внедрения. То есть это инфраструктура, в котором есть кураторы, так называемые, да, кураторы проекта, которые ведут проекты, общаются с компаниями. Внутри этих проектов есть также ребята-тренеры, есть те, кто занимаются консолью, аналитикой, дизайном и так далее, так далее, так далее. То есть эта инфраструктура способна действительно внедрить огромное количество компаний UDS, то есть ввести именно большие проекты, да, то есть единая инфраструктура внедрений – это как раз о том, что… об объединении, да, всех специалистов внутри внедрения для того, чтобы позаботиться о наших клиентах. То есть партнеры продавайте, мы готовы позаботиться в больших масштабах о ваших клиентах. И, соответственно, отдел продаж внедрения – это как раз ребята, которые очень круто умеют продавать. Это ребята, которые очень круто продают внедрение. И вот то, что я сегодня буду говорить о результатах, и один из результатов вот именно данного направления заключается в том, что мы в объединении действительно помогаем друг другу закрывать сделки. То есть у нас приходят ребята, которые еще там не закрыли ни одну сделку, да, или там меньше закрывали сделок по внедрению, по продукту. И вот именно там в нашей системе, в нашей системе закрытия сделок, мы делаем это с очень большой конверсией, и за неделю у нас очень хорошие результаты. То есть забегая вперед, у нас есть ребята, которые по пять сделок за неделю закрыли. То есть энергия, конечно, в чате, вообще, в принципе, в лаборатории прям кипит среди кураторов, потому что это действительно прям очень круто, когда у тебя закрывается сделка за сделкой. И это ведет, конечно же, к финансовому результату. И кратко о лаборатории, то есть это единая экосистема внедрения UDS. Это значит, что в этой системе каждый может к этой системе соприкоснуться, да, то есть либо быть внутри, либо, например, работать с лабораторией, сотрудничать с лабораторией. Я расскажу, каким образом. То есть это действительно все, что связано именно вокруг нашего продукта, вокруг внедрения. И в нашей команде более 20 специалистов, то есть 20 разновидностей специалистов. У нас есть маркетологи, причем у нас есть маркетологи, действительно, практики дипломированные. У нас есть тренеры, которые занимаются именно обучением персонала. У нас есть дизайнеры. У нас есть огромное количество, на самом деле, ребят, которые знают СММ, которые знают прекрасно, как настроить путь работы социальных сетей с UDS, ну и так далее. То есть у нас есть ребята, которые очень круто знают работу с точки зрения интеграции системы с разными учетными системами, с РМ-системами, настройками, ну и тому подобное. То есть прямо действительно есть направление техническое, да, такое интеграционное. И эти ребята все будут, ну, как бы сопровождают, сопровождают клиента и, соответственно, являются командой непосредственно лаборатории. Но если говорить о самой лаборатории, то у нас уже больше 60 человек, и у нас все становится больше и больше. То есть мы начинали, например, с кураторов. У нас было всего четверо человек, и вот сейчас у нас уже вместе со специалистами больше 60 человек. И, соответственно, кто мы, да, кто члены лаборатории эволюционных решений, это, конечно же, сертифицированные партнеры ГИС по внедрению системы UDS, да, то есть кураторы – это те, кто имеет сертификат именно от компании. Внутри также есть официальные школы, компании ГИС по подготовке профессиональных кадров. Мы уже, например, сейчас как раз разговаривали с ребятами, которые прошли последнюю школу. То есть есть уже результаты, есть прям и продажи, да, и переговоры эффективные. Вот прям круто, когда ты понимаешь, что действительно вот это обучение, наставничество, оно работает. Вот есть первые-первыхые ласточки, есть первые результаты. Почему мы решили создать эту лабораторию, то есть к чему мы пришли? Так как я, например, занимаюсь внедрением три года, и ребята многие там по два года, кто три года, кто год занимается внедрением, то есть мы выявили, собрались и выявили просто действительно более инфраструктуру внедрения, что нам не хватает, да, что бы мы не изменили, что бы мы дали, и что бы мы привнесли к тому, чтобы масштабироваться, чтобы усилить друг друга. И первое – это нет ресурсов для сопровождения большого количества лицензий, крупных проектов. Только представьте себе какой-то большой проект, крупный, да, проект. А если их несколько? А если у нас, представим себе, что каждый партнер будет продавать в месяц, там за спринт за месяц 200 лицензий, где вот те ресурсы, которые бы сопроводили клиента, где те ресурсы, которые бы действительно большие объемы брали на себя во внедрении. И мы понимали, что этих ресурсов сейчас нет. То есть у нас достаточно сейчас внедренцев, да, то есть какое-то определенное количество, оно есть. В любом случае их становится больше, но этого недостаточно. И мы понимаем, что нужно масштабироваться. Потом мы понимаем, что специалист по внедрению не может сопроводить больше трех-пяти внедрений без потери качества. Но на самом деле, если быть честной, три внедрения, ты не продаешь продукты, просто не успеваешь это делать. Ты не занимаешься партнерской программой, потому что ты ведешь три бизнеса, три компании. Это очень на самом деле трудозатратно. И даже если ты берешь там в подмогу себе там одного-два человека, через какой-то период времени, то есть ты не справишься. И есть такой еще момент, с чем мы столкнулись. То есть люди имеют свойство обучаться и, соответственно, создавать свою компанию. И это нормально. И тебе опять приходится не нанимать, а брать людей к себе в подмогу для того, чтобы опять там, возможно, те же три сделки вести. И ты можешь вести три сделки в течение трех месяцев. Ты заканчиваешь это делать, и месяц тебе уходит на то, чтобы через месяц у тебя появились еще сделки. То есть опять сделки. Получается, что тот доход, который ты заработал, у тебя, оно не происходит бесшовно. То есть либо ты продаешь внедрение, либо ты сопровождаешь. То есть очень сложно на самом деле все сопоставить, уже не говоря о партнерской программе. И мы, как специалисты по внедрению, понимаем, что мы хотим, да, то есть ты все равно растешь, ты хочешь и уделять внимание команде, и ты хочешь продавать лицензии, да, и в то же время не уйти, то есть освободить время человека, который занимается внедрением без потери дохода на внедрение и заниматься еще каким-то другим направлением, да, вот партнерской программы, продажей лицензии и так далее. И это действительно боль. Это боль профессионалов во внедрении. Это, конечно же, отсутствие института наставничества, кураторства, да, и мы на сегодняшний день первые, кто вообще, в принципе, заговорил о том, чтобы это сделать в массах, потому что я помню, как два года назад мы с Олей Логвиновой думали о том, что нужно сопровождать, что есть ребята, которые хотят быть, ну, сопровождаться, да. И вот два года назад, я помню, появилась как раз Маша Прокопенко, все вы ее знаете, Андрей Прокопенко, Маша Прокопенко, вот. И они как раз были первыми ребятами, которые мы начали сопровождать. Сейчас они входят в департамент внедрения, да, то есть как бы это сопровождение, оно очень важно для роста, и мы хотим, чтобы это было в массах. Именно поэтому была создана лаборатория, которая как раз вот и в себе затачивает, да, институт наставничества. И, соответственно, это небольшое количество сертифицированных специалистов по внедрению. На сегодняшний день мы еще готовим, да, то есть у нас уже есть ребята, которые являются специалистами, которые уже готовятся на запись кейса и, соответственно, на сертификацию. То есть у нас еще там порядка пяти человек будут уже сертифицированными специалистами по внедрению со своими кейсами, со своим ростом и, соответственно, своими большими проектами, и это очень круто. И, соответственно, лаборатория способна позаботиться действительно о 25 тысячах клиентов компании GIS и партнеров в сети частности за счет параллельного процесса обучения, развития специалистов по внедрению и сопровождении клиентов. То есть это все происходит бесшовно, то есть, да, параллельно идет рост, и, соответственно, мы сопровождаем, идет рост, и мы сопровождаем обучение там и так далее. И за счет этого мы масштабируемся. То есть мы на сегодняшний день, мы даже, представьте, у нас есть ребята, которые говорят на других языках, которые находятся на других континентах, и они, соответственно, уже могут сопроводить в других странах компании, внедряя. То есть это очень-очень круто. И лаборатория эволюционных решений, вообще, каким образом она выглядит, структура, да. У нас есть институт наставничества. Это ребята, которые приходят, я думаю, что вот таким вот образом это будет более понятно, да, процесс роста специалиста. То есть приходит человек, партнер, проходит обучение, и, соответственно, мы под сопровождением, да, именно наставника, он проходит первые свои проекты, мы выпускаем кейс, специалист сертифицируется, то есть сертифицируется в компании ГИС, попадает в проект дежурный внедренца, либо самостоятельно работает, да, непосредственно там закрывает сделки там и так далее. И, соответственно, мы ему помогаем закрывать сделки, потому что мы столкнулись с тем, что не все ребята, которые там выходят, да, на то, чтобы продавать внедрение, умеют продавать внедрение, умеют продавать продукты. Мы этому тоже, этого сопровождаем, обучаем. Никакой теории, одна практика, да, практика на деле, практика, когда ты зарабатываешь, не когда ты берешь, платишь деньги и, соответственно, тебя там обучают, наставляют, а когда тебя сопровождают, еще ты по пути зарабатываешь деньги. Это самый вот важный момент того, что ценно в лаборатории с точки зрения института наставничества. И, соответственно, сопровождение идет за счет увеличения конверсии, и специалист может переходить уже в кураторство, то есть он сертифицирован, он может вести проект полностью, да, он такой как бы готовый боец к тому, чтобы уже сопровождать проекты. И у него, у него уже как у куратора своя команда специалистов, которые также растут, да, которые также растут, и когда ты являешься куратором, когда у тебя есть команда внутри, то, соответственно, у тебя высвобождается время, ты и проекты ведешь, и деньги зарабатываешь, и больше трех проектов ты можешь вести в месяц, потому что у тебя есть команда, которая с тобой вместе работает. И, ко всему прочему, у тебя освобождается время на то, чтобы заниматься партнерской программой, чтобы продавать лицензии, да, и, соответственно, развиваться в этом бизнесе, в этом сообществе в разных направлениях. И мы продумали даже тот момент, когда, то есть мы встали на точку кураторства, и что будет, когда у куратора в его, да, команде растут ребята, сертифицируются, и, соответственно, тоже становятся кураторами проекта, которые могут сопровождать проекты от А до Я, да, непосредственно. И они уже могут именно, они уже могут вести проекты самостоятельно, и несколько проектов самостоятельно. И мы понимаем, что очень важно, чтобы куратор вкладывался в развитие, да, этих людей, этих партнеров в своей команде, и чтобы они действительно вырастали в кураторы. И мы, ребята, у которых вырастают кураторы, назвали, по сути, наставниками, да, то есть те, у кого есть несколько кураторов проектов, и они их сопровождают, они помогают закрыть сделку и так далее. Сегодня я вам прямо расскажу по результатам первой недели нашей работы и каким образом мы, как наставники, помогали кураторам в закрытии сделок и в том, чтобы уже непосредственно сформировать, да, всю эту историю. И чтобы это было наиболее эффективно. Еще раз процесс, да, чтобы вложилась в школу, готовить новых специалистов. Любая школа. У нас есть несколько официальных школ, компаний, я думаю, каждый из вас знает. Кураторы, топовые внедренцы закрывают сделки, курируют внедрения, спускают специалистов, они одновременно учатся и зарабатывают. Специалисты растут и выходят своими кейсами, там, на Кесариум, либо мы записываем кейсы и становятся сертифицированными внедренцами. Были вопросы, кстати, по поводу того, что у нас кураторы, я сегодня о них тоже расскажу, у них есть свои компании по внедрению. И у меня, например, есть компания H2 Business Evolution, есть здоровый бизнес у Маши Прокопенко, Андрея Прокопенко, есть правильный маркетинг у Равиля Хосянова, да, и так далее. То есть это классно, это классно, что эти компании создаются, это индивидуальные компании, да, это ребята, они работают на себя, да, и со своим брендом, со своим личным брендом. И даже кейсы, которые будут записываться, да, и там ролики и тому подобное, очень много у нас на самом деле всего планируется, они будут записаны в том числе от имени их компании. То есть для понимания лаборатория эволюционных решений является, как, знаете, как федерация какого-нибудь там направления спортивного, или там какая-то ассоциация, которая поддерживает инфраструктуру внедрения, которая создает процессы развития специалистов, развития института наставничества, развития, сопровождение именно заботы, да, о клиенте, сопровождение клиентов, а непосредственно внутри данной лаборатории есть компании, есть ребята, которые прокачивают именно собственный бренд, и мы как лаборатория заинтересованы в том, чтобы их имена звучали больше, чаще, и, соответственно, название их компаний. Поэтому, когда задают вопросы, а как нам теперь нужно отказаться от своей компании, нет, конечно же, мы являемся именно вот таким вот решением, да, как мы это называем, у нас кто как называет, кто холдинг называет, ну, по сути, мы экосистема, да, экосистема, внутри которой есть компании, компании по внедрению, консалтинговой компании и так далее. И, соответственно, когда у нас специалисты сертифицировались, записали мы кейсы, специалисты после сертификации непосредственно попадают либо в проект дежурные внедренцы, они оттачивают навык закрытия сделок, набирают проект, становятся кураторами, и как раз проекты еще могут спускаться от наставников, да, вот мы сейчас, например, в нашей структуре наставниками является Мария Прокопенко и вот я, например, да, и мы уже, то есть наши закрытые сделки мы спускаем к ребятам-кураторам и, соответственно, они ведут эти проекты и зарабатывают деньги, то есть они сами с проектами, и мы им также отдаем собственные проекты, вот, и, соответственно, они уже там с командой работают, уже всем раздают задачи. И, соответственно, кураторы, в структуре которых вырастает пять кураторов, становятся наставниками. Вот у нас уже в скором времени появятся первые-первыхые наставники, которые выросли именно внутри лаборатории. Честно скажу, мы не ожидали такого, что прям настолько молниеносно все пойдет, но действительно это та экосистема, которая прям уже напрашивалась, и просто нужно было понимать, когда она уже будет, начнет работать, да, когда уже можно ее презентовать. Я думаю даже, что где-то мы перестраховались, да, и не запустились ранее, хотя мы могли еще вот в момент пандемии запуститься, но мы тестировали несколько разных направлений, в том числе кесариум там и так далее, чтобы вот сделать этот процесс единым и целостным. Возможно, именно поэтому мы так быстро достаточно запустились и получили первые результаты. Какие цели? Единая инфраструктура способна сопроводить большой объем проданных лицензий каждому партнеру. Нам задают вопрос, сколько? Много. То есть мы действительно развиваемся, у нас все больше и больше ребят появляются, поэтому сопроводить мы можем очень много. Также в нашей системе по поводу сопровождения, да, у нас есть также и агентские вознаграждения, то есть мы оплачиваем агентские вознаграждения по трем уровням. Ну, понятно, мы используем UDS, у нас есть три уровня вознаграждения за то, что к нам приходит непосредственно лид, да, в виде потенциального клиента на лицензию и, соответственно, на внедрение, и с внедрением мы также оплачиваем агентское вознаграждение. Также увеличение пассивного дохода за счет массовых продаж, да, потому что будет больше продавать структура, соответственно, будет больше лицензий, будет больше пассивного дохода. Продавайте больше, мы сопроводим. Увеличение количества кейсов необходимо партнерам для закрытия сделки. Это, на самом деле, это классно, когда кейсов много, когда ребята уже пройдут путь, получат собственный кейс, представьте, какая у них уверенность вообще в бизнесе, в продукте, в себе, там, и так далее. То есть, ну, как бы это действительно очень качественный, прокачанный навык в сопровождении с наставником, да, с куратором. Это, конечно же, рост количества дежурных внедренцев, способных сопроводить партнеров на этапе продаж. Это быстрый запуск партнера с нуля за счет качественного сопровождения, да, первого клиента. Потому что я, например, знаю, и вот поставьте плюсики, кто с этим столкнулся, да, что когда ты вроде идешь сопровождать первого своего клиента, у тебя что-то не получается, ты многих моментов не знаешь, и в конечном итоге там что-то не получается, и их состояние эмоциональное не очень. Вот, и представьте себе другую ситуацию, да, когда с тобой профессиональный наставник сопровождает тебя на протяжении всего периода времени, ты получаешь постоянную поддержку, ты на переговорах, у тебя есть вся документация, у тебя каждую неделю идет обучение там и так далее. То есть ты сопровождаешь клиента качественно, и у тебя появляется первый кейс, у тебя появляется победа, плюсик поставлен, ты понимаешь, что можешь уже свернуть горы. И, соответственно, цель в том числе вернуть ребят, и мы сейчас уже возвращаем таковых, вот такие есть, те, кто потерял какой-то фокус, там, захотел пойти в найм и так далее, ребята, мы никуда не уходим, сохраняемся внутри сообщества, и, соответственно, развиваем наш продукт, развиваемся сами, развиваемся финансово и непосредственно уже масштабируемся. Ну и, соответственно, цель в освобождении времени специалистов по внедрению, потому что я всегда говорю, что если специалист по внедрению говорит, что он может вести много проектов, зарабатывать 300 тысяч в месяц, 400 там и тому подобное, без людей в команде, он лукавит. Это действительно так, и я, и многие специалисты по внедрению проходили этот путь, вот, поэтому мы и создали вот такую историю, такую экосистему, объединились в эту экосистему, да, в эту лабораторию, именно для того, чтобы действительно доход рос, и у тебя не было, ну, ты не тратил столько времени, а просто мог сопровождать и одновременно мог уже непосредственно уделять время, там, команде, партнерской программе, там, и так далее. Вот, это, по сути, все это создано именно из своей практики, да, того, с чем мы сталкиваемся, и для нас лаборатория – это единство пяти континентов сообщества, да, нашего. Это сеть, это клиенты посередине, это лидеры структуры, это компании, это специалисты по внедрению, то есть мы вот именно в таком единстве пяти континентов, думаю, что мы, я уверена, да, в том, что мы действительно добьемся больших успехов, масштабов, и, соответственно, будем все больше и больше масштабироваться, и масштабируем в том числе и сопровождение наших клиентов уже за границей. Мы идем к этому, у нас уже несколько шагов предпринято в этом направлении, и ждем именно того момента, когда сможем уже презентовать вам и то, что мы инфраструктуру переложили на другие страны, вот, и это будет действительно прям грандиозной победой, когда инфраструктура внедрения не только в России, да, там и где-то в странах СНГ, но и на других континентах, в других странах. И здесь такой вот калаш небольшой, да, наших кураторов, то есть это не только, это не специалисты, это кураторы, кто-то из них пришел в самом начале, с кем-то мы начинали и создавали, кто-то присоединился совсем недавно, и это действительно ребята, которые просто дают такую энергию в чате, лаборатории, когда просто через каждый час они пишут, сделка, 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 закрыто, закрыто, закрыто. Это действительно, это очень круто, это классно. И когда, знаете, мы сейчас, например, стали работать, это, кстати, на заметку, мы стали работать, то есть если у вас есть клиент, который по какой-то причине, например, прекратил использовать UDS, мы готовы совместно с вами встретиться, с этим клиентом и вернуть его на площадку. У нас такие уже случаи есть, у нас и у меня есть такой случай, и вот Петр Беляев, с чем я его поздравляю, 5 сделок, по-моему, закрылось за неделю, за первую неделю как раз работы лаборатории, и одна из которых как раз мы вернули одного из клиентов на площадку компании. Поэтому мы с удовольствием повстречаемся с вашими клиентами, мы с удовольствием сопроводим, мы с удовольствием сопроводим, в том числе и при продажах, при новых, потому что действительно у нас большая команда в разных городах, которые друг другу помогают, помогают, закрывают сделки. Вот такая просто колоссальная энергия, колоссальная синергия, вот прямо она чувствуется, и какие результаты работы лаборатории за первую неделю. То есть у нас стало больше кураторов, нас на 4 человека, это первый момент. Второй момент, у нас уже более 20 специалистов заняты в проектах, и, соответственно, они зарабатывают на проектах. И для нас это действительно такой очень грандиозный результат, потому что мы не ожидали, что у нас будет 20 специалистов, больше 20 специалистов заняты именно на проектах, но как бы это действительно так. Вот, и, соответственно, мы постепенно, каждым днем все больше и больше количества людей, да, ребят, отдаем именно заказы, где они выполняют свой спектр услуг. У нас растут кураторы. То есть если вы посмотрите, за неделю у нас появились ребята, Нина Лис, появилась Роза Соколова, появилась Михаил Грузинский, Булаш Вуддинов. Многие вот ребята, которые прям появились вот только-только, они недавно даже сертифицировались, у них уже есть проекты, и, соответственно, уже стали кураторами в нашей лаборатории и ведут проекты уже непосредственно полностью. Это очень круто, когда вот такой большой-большой-большой рост. Ну и, соответственно, Петр Беляев, Равиль Хосянов, ребята, это Маша Прокопенко, ребята, которые уже в скором времени даже станут полноценными наставниками, вот, с несколькими кураторами. Вот это масштаб, когда быстро, когда качественно, когда в сопровождении, в синергии вырастает вот такая вот. Вот мы вчера, если брать по цифрам, да, то у нас среднее внедрение стоит в месяц 95 тысяч рублей. Честно скажу, ребята, некоторые говорили даже, что как можно продавать за такие большие деньги, вот. Но синергия и команда действительно просто творит чудеса, вот. И представьте, если у нас больше 20 специалистов заняты уже в проектах, то какое количество проданных внедрений у нас есть за первую неделю. Это просто не может, на самом деле, не заряжать. И мы с ребятами долго думали, наша цель, ну, то есть, как бы, какая наша цель. То есть, мы обо всем подумали, кроме нашей цели. Вот, и мы очень долго смеялись и говорили, как всегда захватить мир. То есть, действительно, наша цель, как всегда, захватить мир. Вот, поэтому к этому мы идем. И захватить мир качественным внедрением, да, качественной выстроенной инфраструктурой в разных странах. И самое важное, недавно вот эта вот фраза у нас появилась, и мы решили, что это действительно наше позиционирование, позиционирование именно нашей лаборатории, что быть особенными, а не казаться таковыми. И мы действительно идем к тому, мы открытые, мы с самого начала проекта, да, когда мы готовы были уже рассказать, когда у нас все было готово, мы были открыты, рассказывали и рассказываем всем об этом проекте, о том, что он существует, уже говорим открыто больше месяца. И, соответственно, все потому, что мы действительно уверены в себе, и наши результаты тому подтверждение. И вы можете спросить всех ребят, которые находятся внутри лаборатории, кураторов, вообще, что они получили от работы в этом проекте в течение первой недели. И это действительно особенные ребята. Вот, это мы действительно хотим быть, не казаться особенными, а быть таковыми, чтобы каждый партнер, чтобы компания, чтобы каждый клиент говорил, ребят, спасибо вам огромное за то, что вы сделали и за то, что вы несете. Вот, поэтому это наша главная цель, да, помимо захвата мира, и это наше позиционирование. Мы действительно особенные, вы это все в этом убедитесь. Вот, совсем-совсем скоро. И мы уж точно не кажемся таковыми, не будем казаться. У меня, на самом деле, все вот на этой ноте, на этой фразе. Я бы хотела закончить презентацию, да, такую краткую презентацию лаборатории, потому что о ней я могу говорить много, долго, часто, вот, рассказывать различные примеры и кейсы, потому что кейсы у нас уже есть. И, ну, я думаю, что вот самое... О лаборатории вы очень много узнаете, конечно же, когда вы будете уже непосредственно работать с лабораторией, либо непосредственно будете внутри лаборатории. И, кстати, возникают еще вопросы. Если есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Я отвечу на те вопросы, которые к нам периодически попадают. Если, например, я являюсь компанией по внедрению, но я не хочу быть в лаборатории, к примеру, да, там, генерить лиды и тому подобное, я хочу, например, там, генерить себе лиды, и вот если у меня будут проекты, которым мне необходима будет помощь, могу ли я воспользоваться специалистами лаборатории, наставничеством лаборатории и так далее? Да, конечно, мы открыты ко всем. То есть это не значит, что либо ты в лаборатории, либо нет. То есть такого не существует. Мы открыты ко всем, мы действительно очень гибкие. И причина нашей гибкости заключается в том, что наша цель, она именно не в создании какой-то крупной компании и так далее, да, и всех там нанять на им там и так далее. Наша цель масштабировать то, что мы создавали, потому что на протяжении трех лет многие... Мы недавно, кстати, я была, когда на Гискэмпе со Светланы Сковоротко вспоминали, что когда-то мы свято верили, там, Александру Лукьяну, Оля Логвинова, я, Светланы Сковоротко. То есть первые такие партнеры, которые прям смотрели в направлении создания целой инфраструктуры, мы верили, что это кому-то когда-то будет нужно, что это действительно то, что создаем, это то, что принесет пользу. Всему нашему сообществу. И вот сейчас мы также смотрим в этом направлении, именно с точки зрения лаборатории, что мы четко сознаем и знаем, что лаборатория и наша экосистема, она действительно способна масштабировать, масштабировать качественное внедрение, масштабировать заботу о клиенте во всем мире, не только в России. И она действительно не только способна позаботиться о клиентах, она способна позаботиться в том числе и о партнерах, и о сообществе внутри. Поэтому мы открыты к предложениям, мы открыты к сотрудничеству и очень гибкие в этом плане. Потрясающая энергия, заряд. Спасибо большое. Само, если честно, на протяжении уже больше месяца эта энергия насыщает каждый день, потому что прям ребята в лаборатории молодцы, они умеют придать огонька. Интересно, презентация лаборатории для предпринимателя. У нас есть презентация лаборатории для предпринимателя, и, соответственно, что он получает, в чем плюс именно обращение в лабораторию. И более того, скажу, что в скором времени у нас это будет не просто презентацией, это будет отдельным лендингом уже с отзывами предпринимателей. То есть у нас уже есть предприниматели, которые работают с лабораторией, и есть даже компании, которые не верили в то, что у них можно внедрить UDS. Вот несколько было попыток, и вот сейчас они безумно благодарны специалистам и кураторам лаборатории за то, что мы показали, что такое действительно командная работа, что такое качественное внедрение, и что такое бесшовный процесс. Потому что они даже... У нас есть предприниматели, которым мы задали вопрос, а вы заметили, что на протяжении всех этих дней у нас работали там... Ну, дизайнеров, понятно, заметить сложно, не заметить, да? А есть, например, те, кто у нас там писали скрипты, инструкции и так далее, и говорят, нет, не заметили, а представляете, а это работает команда. И они от одной вот этой вот мысли, что действительно все вот это создано, оно командное, у них как бы прям их очень это заряжает, поэтому у нас в том числе будут и отзывы на данном лендинге. Как попасть в лабораторию в качестве внедренца? В лабораторию можно попасть, либо написать мне, либо Марии Прокопенко. Я... Вот Петя Беляев пишет... Вот можно к нему обратиться. То есть всем... Равилю Хосянову можно написать, Петру Беляеву, Марии Андрею Прокопенко, и мне можно написать. Высшестоящие кураторы тоже знают, как с нами связаться, поэтому... Пожалуйста. Да, да, Петя, спасибо большое. И худо. Петя просто действительно... Представляете, когда за неделю у тебя закрывается Петя, я не помню, пять у тебя сделок, да, закрылась в лаборатории. Я вот сейчас нужно... Помню общий объем, но не помню, сколько именно у Пети, но просто помню вот эти вот эмоции Петра, когда действительно просто сделка за сделкой, сделка за сделкой закрывается, и он является куратором этих сделок, и ему еще приходят сделки от наставников, и работает команда. Да, пять сделок, представляете, за неделю, за неделю закрылось пять сделок. Это просто... Это круто. Спасибо. Спасибо большое. Так, в общем, и по всем вопросам взаимодействия с...